Привет, моя красавица! Вот так ласково, по-женски, Татьяна каждое утро здоровается со своей верной железной подругой. Та отвечает взаимностью. В морозы заводится исправно. Я уже поменяла все новое, это точно могу сказать, даже мотор. Красавице уже как-никак 6 лет, поэтому делиться впечатлениями о прохождении техосмотра хозяйка может долго. Всю дорогу от вокзала до юбилейного. Говорит, технический осмотр – процесс не для слабонервных, времени занимает немало. До полдня. И мне кажется, даже не один день, если брать все. Там за один день тоже не всегда получается все пройти. Ну вот, вот такие вот условия. За машиной следим, конечно, все меняем, все делаем. Мне кажется, ко всему можно придраться. С нового года к нервам и времени автолюбителей будут относиться бережней. Одно из главных изменений – с 1 января проводить техосмотры станут частные компании. Например, автосервисы. Поэтому вариантов, где проверить машину, у водителей станет больше. Когда будет конкуренция на рынке, конкуренция всегда вызывает снижение цен. И ходить через заднее крыльцо, я думаю, и нормальному человеку это не всегда приятно. Там унижаться, платить взятки. Когда есть возможность привезти свое транспортное средство, пройти техосмотр и самому быть уверенным, что ты ездишь на исправном транспортном средстве. Новшеств еще немало. Например, техосмотры автовладельцы будут проходить намного быстрее, чем раньше. Не нужно будет часами стоять в очередях. В среднем процедура займет около получаса. Упростили проверку люфта и не только. Проще говоря, если у вас в Талоне стоит срок прохождения государственного технического осмотра в 2011 году, а полис ОСАГО истекает, у вас срок действия полиса ОСАГО истекает, например, в марте 2012 года, то необходимо вам предоставить свое транспортное средство на государственный технический осмотр в марте 2012 года. То есть после окончания действия полиса ОСАГО. Одним словом, получить заветный талон должно стать проще. И не потому, что придется объезжать законные методы, к чему многие водители уже так привыкли. Как будет на самом деле, сказать сложно. Этот путь автовладельцам еще только предстоит проехать. Лариса Михеева, Александр Поморцев, Георгий Головин. Новости моего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова